И снова всем привет на канале Олег Нестеров в Брест. Сегодня у нас такая пасмурная погодка. Немножко прохладно. Уже даже включили на отопление кондиционер. Снова мы ведем свою передачу с берега этого замечательного озера Мичиган. И что бы хотелось сегодня сказать. Сегодня будет у нас работы немного. Сегодня мы за баранем пороги. Поговорим о том, как работать вообще с баранком. Многие спрашивают, нужно ли шкурить, не нужно ли шкурить. Об этом мы как бы и поговорим. Ну а с утра для заряда бодрого и хорошего настроения, как всегда, анекдот. Молодой человек к отцу девушки своей подходит, говорит, ну почему, почему вот вы мне отказываете, чтобы я женился на вашей дочери. Я же не пью, не курю, я не наркоман, по девкам не гуляю. Вообще примерный семьянин. Отец так посидел. Я не хочу, чтобы меня каждый день тебя в пример ставили. Такая еда. Ну и теперь тема дня. Заставка. Пошла! Ну а баранить сегодня мы будем вот таким средством. Я уже показывал, не знаю, как оно работает. Ну и немножко о баранке. То есть я называю это баранок. На самом деле это антигравий, да, по-разному кто как его называет. Служит он для защиты. Чем хорош баранок, когда он высыхает, он немножко такой эластичный. И камушки, попадая по вашим порогам, отлетают просто от него, не испортив краску на ваших порогах. Ну то есть является таким своеобразной защитой. Работать с ним легко. Прилипает он абсолютно ко всему, кроме воды и масла. То есть во многих случаях его прям на глянец накладывают. Он не отвалится. Мало того, что его еще невозможно отмыть. Все встречали ситуации, когда у вас на машину попадает битум, да. Насколько тяжело его отмыть. Вот эта хрень почти такая же. Я очень часто наношу его на глянец. Хотя я рекомендую это замотовать. Я часто наношу на глянец. Все, он держится, не отлетает, не лущится. Кроме того, в принципе его можно нанести как пистолетом специальным, да, бараночным. Я потом его продемонстрирую. Так и кисточкой где-то там внутри порогов. Ну если у вас нету пистолета, нету компрессора, то есть это можно сделать кисточкой. Чем еще он примечательный? Он быстро сохнет. То есть через 20 минут, ну через 30, после его нанесения, его можно смело покрасить. Еще чем он хорош? Мотовать перед покраской его не надо. Тоже от него не отвалится. Краска у него въедается. Единственное, вот о чем хотелось бы предупредить, у него бывают разные, разная зернистость. То есть есть крупная, есть мелкая, это сами вот эти вот барашки. То есть сама его структура. Да, бывает крупная, бывает мелкая. Сегодня на улице ветер такой, так что камеру будет шуметь, поэтому я как бы в гараже снимаю. Так вот, если у вас сильная, крупная шагренька на нем, то желательно его, конечно, пройтись грунтом. Иначе, когда вы будете красить, особенно если краски эти с не очень хорошей укрывействием, то верхушка самой шишечки барашка будет не прокрашена. Она как бы будет краской стекать внутрь самой структуры. То есть это можно пройтись вторым разом, подкрасить, но лучше загрунтовать и сразу подкрасить. Ну, у меня как бы редко получалось, что я баранок потом крашу в цвет машины. Обычно его просто покрываем черным. Для чего просто покрываем черным матовым? Ну, во-первых, для того, чтобы он требует, чтобы, если он на открытом месте, это не днище, допустим, а пороги или еще какая-то часть, на которую попадает солнце. То есть в этих местах его надо покрасить. Во-первых, это видные места, это места, которые вы будете потом мыть, а в нем забивается грязь. То есть в этих порах забивается по-любому грязь, да, и эти поры тяжело потом отмыть. Нужно губкой там сильно вымывать, отмыть можно, но сложно. Поэтому и красит. Обычно я крашу в черный матовый, он быстро высыхает, не блестит, не кидается в глаза, но уже хорошо моется. То есть с краски грязь отмывается, естественно, лучше. И, кроме того, краска его защищает от попадания солнечных лучей. То есть он не пересыхает, не разрушается. Ну и кроме всего этого, конечно, если вы покрасили его, допустим, в черный матовый, да, такая краска продается в баллончиках. На пороге хватает на оба одного баллончика, даже еще остается. По мере эксплуатации автомобиля, там, через годика-два, он может начать приходить негодность. То есть где-то тресло, где-то еще что-то. И его с легкостью можно будет зачистить чуть-чуть, нанести еще слой и снова покрасить черным матовым. Это займет у вас там, ну, час, время. Если же вы покрасите в цвет автомобиля, да, порог, это составит некоторое неудобство и чуть-чуть задержит ремонт. Потому что краску надо подобрать на автомобиль, надо покрасить так, чтобы не было видно перехода. Здесь, как бы, граничка будет, ну, граничку я покажу, как сделать. Но она будет не такая резкая, то есть вполне приемлемая. Ну, как-то так. Но об этом чуть позже, когда мы начнем клеить. Вернее, когда уже начнем красить. А еще немножко я хотел отвлечься на вчерашнюю руку. Вчера я показывал, как мы шпатлевали Стасу, да, крышу. И нюансики небольшие рассказать. Как вы видите, Стас уже зашпатлевал, вытер. Но тут вот еще чуть-чуть не доделал. Еще деталь требует стяжки. Но мы намеренно ее не стягиваем. Не потому что нам лень, а потому что там очень толстый слой шпатлевки. Там где-то около 4-5 миллиметров, да. Чем это чревато? Это чревато просадом. Потому что шпатлевка, может быть, мы ее не усадили, она усохнет. Она будет в объеме сменьшиться. И она просядет. То есть это место будет видно. Поэтому мы не будем ждать, когда она у нас просядет на самой машине. А мы дадим ей просесть свободно самой. Как вот на дяде Василий машине. Шпатлевочка уже просела долго за год. Нормально. Дадим 2-3 дня просохнуть шпатлевке, просесть. И потом уже конечный слой нанесем. После чего и загрунтуем. То есть шпатлевка уже займет свое место. И после того, как мы ее покрасим, она уже не сядет. Тоже машина как бы готова. Сегодня мы ему тоже подбараним немножко пороги. Потому что материал, скорее всего, останется. А мы приступим к поклейке порогов. Если вы один, вам проще будет сделать вот так. Приклеили на газетку. Разгладили. И пошли отбивать гранички, по которым вы хотели бы забаранить. То есть оставляем те места, которые нам не надо закрасить. Вначале, конечно, неудобно. Потом вы видите уже положение. Как он удобней. Короче, обклеить те места, которые вы не хотите закрасить. Обклейка серьезная не нужна. Можете так же, чтобы удобнее было клеить. Сначала наметить границы, которым вы потом будете приклеивать газету. То есть вот таким вот образом. Вот так приклеили газетку. Прикладываем ее вот так. Разравниваем. Заворачиваем. Можно сделать и таким способом. Неважно, как вам удобнее. Тут по обклейке я уже не буду много рассказывать. Потому что это кому как удобно. То есть покажем две способа. Вот у Стаса, допустим, там получается у него прямая линия. Там многое изращаться не нужно. Там можно просто граничку отбить. А дальше уже просто валить. То есть он будет придерживать. Я буду, ну или я даже буду держать. И буду потихоньку наносить. Ну и здесь просто отбиваем граничку. Таким макаром. Ну и спешл для таких вещей. Для таких есть вот такая вещь. Это бараночные пистолеты есть. То есть он надевается прямо на флакон с вашей жидкостью. Для вашего же удобства. Вот так вот закрутили. Аппарат готов к использованию. Подключаем сюда давление. Чем больше будет давление, тем меньше будет зерно. То есть поэтому смотрите сами. И для этого пистолета нужно большое давление. Если у вас давление начало падать, зерно будет крупнее. Будет неравномерно раскладывать. Так что положили часть и обождали, когда у вас накачает компрессор. Ну смотря какой компрессор же опять у вас. И все, покрываем. Вот такими незателемыми движениями можно присесть. Вот так вот. Ну а здесь просто вот так прикладываем картонку. И проводим. Далеко не уводим за картонку. Так вот нанесли. Как бы структурочка такая небольшая. Красивая получается. Еще вот не высохла. Вот как видите, да? То есть она разная бывает. И нанесли вот здесь вот. Как вы помните, мы здесь варили. То есть замазали шов. Она очень плотным, хорошим слоем таким ложится. И шов практически маскируется. Вот здесь вместо сварки забрызгали. Вот здесь вместо сварки забрызгали. И там. То есть вот эти места тоже сварочные. Тоже завалили ей. То есть даже в таких местах вот на месте сварки очень удобно замазывать. Потом сверху при желании можете и мастикой заделать. Внутри тоже, как мы и прошли, уже не стал показывать. Здесь вот так вот тоже у Стаса получается. То есть ленточку оторвем и будет ровная границка. Где-то он же заодно и себе подпескал. Ну, как видите, литра этой смести хватает намного. Ну и после того, как я обычно наношу баранок, я его крашу, чтобы он не сильно блестел. В черный матовый цвет. Выбора красок черного матового полно. Здесь вот такие вот, не важно, коломикс или это. Как видите, она черная матовая. Есть в баллончиках. В баллончике тоже разные есть. Вот. Это как бы тоже антигравий, да, допустим. Но у него очень мелкое зерно. Таким антигравием хорошо покрывать, если у вас структурная панель. Багажники черные, пластмасски, да, которые часто царапаются багажом, так называемым. То есть, вот им наносишь, он дает вам структуру. Даже если вы ее ремонтируете, и у вас получается такая проплешинка, да, гладкое же место получается. И получается, если вы покрасите некрасиво, потому что вся вроде структурная деталь, а на одном месте вот такая вот херня, лысина. То есть, вот этой наносите, делаете структуру запчасти, а после чего уже красите в черный матовый цвет. Ну вот, давайте мы имитируем, что это у нас гладкая поверхность. Ну, здесь мы как бы баллончик высох, мы не очень аккуратно нанесли структуру. Вот такую структурку вы можете нанести на пластмассовую детальку, да. Ну, в зависимости от того, на каком растянии вы будете делать структуру, будет разной. На пластмасску наносите и покрываете ее черной матовой краской уже. Во-первых, это покрытие, оно немножко мягкое, то есть, такое амортизирующее, да, и не будет откалываться, и держится оно хорошо на пластике. А сверху уже красочкой задули, закрашивается хорошо такая шагринька. То есть, ну, может быть, кому-то пригодится, кто не знает, как шагриньку восстановить. Дядя Олеже вчера был аудит с партнерской программой, с Аиром, да. То есть, дядя Олеже подсказали, что нужно сделать на канале. В принципе-то, похвалили, говорят, все хорошо. Единственное, у меня в плейлистах, то есть, когда открываешь полностью плейлист, у меня там нету описания под видео. Ой, не, описания не под видео, а описания самого плейлиста. То есть, у кого нету, тоже описание плейлиста делайте. И на главной странице, да, когда открываете главную страницу, у вас идут разделы. То есть, вот как у меня последние добавленные, да, популярные, там, папка окраски, папка такая-то, папка такая. То есть, плейлисты, вообще такой раздел не надо делать, потому что наверху в сведения канала, то есть, есть там и плейлисты, и вся эта байда, то есть, такого раздела не надо. То есть, кнопочкой можно зайти в плейлисты и посмотреть плейлисты. Разделы еще посоветовали менять почаще. То есть, недельку одни разделы повисели, да, чтобы народ, который не умеет пользоваться Ютубом, чтобы народ видел эти разделы и попадал на разделы, то есть, смотрел их, кто не может дальше залезть. И говорят, то есть, повисели недельку одни разделы, поменял другие, потом снова поменял, поставил эти же. То есть, чтобы менялась главная страничка немножко канала. Это вот второе было, но это не замечание было, это была как бы такая небольшая подсказка. И сказали переделать мне трейлер. Это, кто знает, кто не подписан на канал, попадает на видео, и ему заводится трейлер канала. То есть, это то, о чем канал. Вот как мы вчера за гиру делали. Трейлер должен быть не больше двух минут. Трейлер не должен монетизироваться. Тогда этот трейлер Ютуб будет вставлять как рекламку вашего канала в видео, в начале видео чьего-то, да. И вот этот трейлер могут вставить. Но он не должен быть монетизирован. То есть, за него денежку не получаешь. Ну, просмотры все равно для него нужны. Так что скоро выйдет, может быть, после этого видео выйдет трейлер, да. Уже будет новый на канале. Дядя Олежа сегодня отснял. Ну, так. Не особо там броска, эффектов не особо. И. Так что не думайте, что там дядя Олежа снимает все что-то, все про свой канал. И трейлер нужен для того, чтобы. То есть, он у меня висел на главной странице канала. И чтобы он проходил по Ютубу. То есть, чтобы обо мне народ как бы узнавал. Ну, и на вашу помощь я тоже надеюсь, чтобы канал развивался, нужно делиться видео. Вот вы смотрите видео, да. Нажали поделиться. И поделились в своих соцсетях, там, допустим, ВКонтакте. Допустим, в Одноклассниках. То есть, это очень поможет развитию канала. И вот, кто у меня ВКонтакте, да. ВКонтакте уже шестая тысяча пошла, друзей. ВКонтакте тоже посмотрели. Нажали «Нравится ролик». И нажали «Поделиться». Поделиться там в какой-то группе или с друзьями. То есть, тоже просьба делать это. Не забываем ставить лайки. Лайки, если раньше, вы помните, они были. Кнопочка «Нравится», да. Сейчас это справа под видео. Одна рука так, это лайк. И вот так дизлайк. Надо ставить где вот так, где даже все время. А троллю-то вот так. И, как бы, ну, вот такая просьба, как бы, да, небольшая. То есть, хотите, чтобы канал развивался, чтобы дядя Олежа было интересно, ставьте лайки. Это не составит трудности. Это одно нажатие кнопочки. Ну, конечно, если вам нравится видео. Если не нравится, ничего не ставьте, да и все. Продолжение следует... Вот сделал прямой эфир, хотел порой с Грушу поговорить, да, но меня засыпали вопросами. Это очень приятно, что народ так интересуется. Так хорошо у нас сейчас проходят прямые эфиры. То есть, по 200 человек в эфире сидит онлайн. И просмотры потом идут хорошо. Народ смотрит, народ интересуется. Действительно, в прямых эфирах, это не просто мы потрещали языком, да, что-то полепили. В прямых эфирах можно много чего найти, потому что обсуждаются вопросы, обсуждаются какие-то вопросы, которые интересуют людей действительно, да. Это и с какими-то проблемами люди сталкиваются в ремонте автомобилей. Ну и, конечно же, в прямом эфире я могу больше рассказать, я больше могу раскрыть вопрос в прямом эфире. Также участники есть, да, кто с дядей Олежей в прямом эфире сидит. Кстати, вы также можете стать участником, но только нужно в Google+, добавить меня в круги. В любые круги я отвечу тем же. И, то есть, когда я рассылаю приглашение, вам приходит приглашение, присоединится, вы можете нажать кнопочку и тоже попасть в прямой эфир и пообщаться с нами. Так вот, когда обсуждается какой-то вопрос, я спрашиваю у гостей, а как ваше мнение, а как они делают, да, мнения иногда расходятся, иногда сходятся. То есть, это нормально, у каждого человека свое мнение. И, то есть, все это выходит на обзор, все это можно послушать, о чем одни люди думают, о чем другие, как исправить одно положение, как сделать что-то лучше. То есть, прямой эфир очень полезен. Так что, если вы видите прямой эфир, советую вам просто посмотреть. Если вы, допустим, заходите с Ютуба, но есть вы у меня на Google Plus подписках, то у вас на экранчике сгорится присоединиться к видео встрече, даже если она в записи, когда вы включаете на Ютубе прямой эфир. Нажали на этот, и вы переходите непосредственно в Google Plus страничку. Там вы увидите справа будут вопросы. На любой из этих вопросов нажимайте, и видео для вашего удобства будет включаться именно в тот момент, в который я отвечаю на вопросы этого видео. То есть, тоже полезная такая информация. Да, то есть, планов много. По поводу конкурсов, да, я так ушел от темы. По поводу конкурсов, голосование будет проходить так. Сначала видео там сколько будет, 20 или больше, да, но голосованием, то есть, лайков и просмотров мы будем, то есть, я отберу 10 лидирующих роликов. После чего мы сделаем прямой эфир. Почему я хочу сделать прямой эфир? Потому что голосование на сайте или еще где-то, да, это всегда... То есть, это электроника, есть умные люди, которые могут эту электронику просто тупо подкачать, что-то еще там... Ну и хотя бы за избежанием этого, я тоже буду следить как бы за ростом. То есть, кто... Это будет видно, кто резко вырывается, то есть, подкачка. Но мы сделаем потом прямой эфир для этих 10 человек, да, и в прямом эфире будем разыгрывать. Розыгрыш будет. Либо бочонки будет дядя Олежа вытаскивать, либо, чтобы бочонки не вытаскивать, можно просто я напишу 10 этих участников в вопросниках, да, а вы уже будете плюсиками голосовать. Ставим плюсики. На чьем больше будет плюсиков видео, то есть, ну, на чьем номере, то видео и будет считаться... Ну, я буду ставить номер и название ролика. То видео и будет считаться победителем. Я думаю, так будет лучше. То есть, ну, можете в комментариях написать, как лучше. А там уже выберем. Я заранее подготовлю весь список, то есть, когда буду всех приглашать. И плюсики вы можете начинать ставить за неделю до того, уже когда просмотры пойдут. За неделю вы уже будете голосовать, ставить свои плюсики в вопросах. Я, может быть, сделаю видеоурок, как это сделать. Да, я сделаю видеоурок, и всем будет понятно, как это проголосовать. Ну, а сейчас дядя Олежа поедет на радио записывать передачу. Не знаю, там удобно или неудобно будет мне записать. Может быть, покажу там кусочек, как это делается. У меня мы еще пороги не покрасили. Сейчас пороги еще покрасим. Я возьму вот такой самый простой пистолет. Как бы он под грунт у меня. Ну, для этих вещей он как раз пойдет. Стоит такой 15 долларов. Этот пистолет нам Альфаград подогнала фирма, да? То есть, у них такие есть. Ну, то есть, за 15 долларов для таких вещей вполне нормальная вещь. Включаем. Ну, и прокрашиваем. Продолжение следует... Так вот выглядит после покраски. Она еще замотовеет сейчас, пока краска сыроватая. То есть, мы дали 25 минут, где-то, ну, 30, подсохнуть краски, баранку. После чего уже нанесли краску. Ну, а на сегодня, я думаю, все. Как бы по баранку много было вопросов, как нанести, чего это. Да, вот еще, когда вы готовите порог, допустим, под баранок, да? Вы можете на 120-ю шкурку прям, можете загрунтовать перед баранком. То есть, эпоксидным грунтом, да? Это будет лучше. Можете... Это лучше загрунтовать, конечно, да? Эпоксидный грунт, это всегда хорошо. То есть, и на 120-ю риску его свободно можно ложить. Какие-то мелкие поры, какие-то мелкие сколы. Все это он закрывает. В чем его и прелесть. Ну, на сегодня все. Ну, а на сегодня все. Надеюсь, что-то все-таки полезное вы хватили. Что-то вам понравилось. То есть, мы не зря сделали сегодняшнюю передачу. Не забывайте, уже начался сбор, активный видео для конкурса номер 4. Призом которого будет являться сварочный аппарат МИК ММА-220. Кому неизвестно, МИК это полуавтомат, ММА это дуговая сварка. Но все это в одном флаконе. То есть, это один аппарат, он варит и так, и так. На 220 вольт. Замечательный приз, который нам предоставила фирма Альфаград. Сварочный аппарат фирмы Скипер. Участвуйте в конкурсе. Вам нужно прислать только свое видео о том, что же вы сделали в своем гараже для улучшения труда. Может быть, какую-то приспособу сделали, может еще что-то. Может, что-то в машину придумали, да, что-то сделали. Может, что-то дома, не обязательно в гараже. Что-то вы придумали такое, что облегчило вам жизнь. Какой-то столик, какую-то полку, что-то. Короче, вот в эту тему, да. Ну и победитель, как я сказал, получит сварочный аппарат МИК ММА. Обязательным условием конкурса является, вы должны перед началом ролика, вот так как я стою, сказать, это видео специально для конкурса номер 4 на канале ОНБ конкурсы автомобилистов. Это обязательно. Это нужно для безопасности канала, чтобы его потом не забанили, чтобы не дали жалобу на то, что видео используется не по правилам. и музыку свою в ролик не надо ставить. Просто если будет музыка, ее я удалю, и будет, если вы что-то говорили под музыку, то то, что вы говорили, слышно не будет. Так что музыку не ставлю. Ну, пожелать хочу всем удачи в этом интересном занятии. Ведь кто в чем-то участвует, просто живет, понимаете. Мне тут не победа важна. Важно просто участие, общение. Потом, когда выйдут ролики, они сейчас закрыты, уже есть 12 роликов. Они закрыты. Но когда я их открою, я их открою в один день, чтобы голосование было с первого дня, чтобы за всех вместе голосовали. Я их открою. Вы можете посмотреть эти ролики, свои, другие интересные. И будете следить в комментариях за своим роликом, потому что явно вам будут задавать вопросы. В видео уже много интересных. Но на пасашок, как всегда, ОНИГДОТ! Папа, а правда, в некоторых восточных странах жених даже не знает, кто его невеста. Сынок, я тебе скажу больше. Это во всех странах. Ну и на сим закончим. Надеюсь, не сильно оторвал вас от ваших дел. Хотелось бы пожелать вам здоровья, крепкого, настроения, бодрого, сибирского. крепкого, сибирского, бодрого, хорошего настроения. Мира над головой. Согласия в семье. Ну и, конечно же, добра и бабла. Правильно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова